Приветствую любители Москвы! Ну вот еще одна такая довольно безликая станция называется проспект Вернацкого но уже здесь на большой кольцевой линии по которой мы сейчас ее изучаем и гуляем в окрестностях соответственно это станция уже была в 2021 году и вообще не имеет никакого в принципе никакой темы этой станции просто нету вот это все отмечают поэтому станция вполне себе такая абсолютно безликая вот как видите очень много черноты здесь еще оранжевый цвет если был бы красный то вообще было бы похоже на гроб но поскольку все-таки решили красный не делать все-таки сделали оранжевый то как-то вот не совсем похоже на гроб но все равно черного конечно тут многовато вот ну вот видите вот там на потолке как бы в таком шахматном порядке то есть там как бы такие вот светильники да с одной стороны и с другой стороны то есть там какие-то черные черные такой вот чем-то это какая краска, вот, и с другой стороны такие алюминиевые панели покрашены официально таким окислом анодированные, короче говоря, ну и вообще тут очень много таких вот металл алюминиевых панелей, и даже вот и колонны, и часть путевых стен и, соответственно, пол, это все черный гранит, очень много черного, ну и здесь, видите, тоже сталь сплошная, то есть очень много металла очень много черноты ну вот, считается, что самое такое красивое, это именно оформление потолка как бы в таком, но что-то в нем может быть красивого, вообще непонятно, слаженная чернота, там светильники выглядывают, какие-то дырки там, не знаю, что там и что тут такого уникального, непонятно ну а сами путевые стены, в общем-то что там понятно, ну они, кстати, на три части разделены то есть верхний там отделан алюминиевым панелем красного ража цвета, там нижняя часть из алюминиевых зеркальных панелей серого цвета ну, в общем как-то по сути дела все равно ни о чем станция вот, ну а, соответственно, да и, кстати, здесь пересадка, да, тоже вот можно перейти там по балконам значит, на станцию тоже одноименную красной ветки сокольнической ну и тоже находится станция тоже в районе проспекта вернадского то есть тут все везде сам проспект вернадского ну и кроме того еще вот и станция проспекта вернадского еще одноименная станция, вторая станция, то есть где станция проспект вернадского и еще район проспекта вернадского то есть сплошной проспект вернадского ну, в общем, да ну, а так, тоже станция находится на пересечении с улицы удальцово вот на которую сейчас мы как раз выйдем то есть непосредственно выход идет на улицу удальцово но совсем рядом проспект вернадского то есть там вот предыдущая станция мичуринский проспект она на пересечении улицы удальцово и мичуринского проспекта а эта станция она на пересечении тоже улицы удальцово и проспекта вернадского ну и вот этот выход на Удальцово и сразу же, собственно, с этим можно вот здесь рядышком находится парк это кинотеатр Звездный, который в 70-е годы был построен и когда-то был просто огромная слава у него была, вся Москва его знала и многие сюда приходили, но сейчас он долго времен на реконструкции, а здесь, вот видите, два дома снесли две пятиэтажки панельные начала 60-х годов постройки под номерами 49 и 51 это вот как раз по улице Удальцово, видите, как огородили, прямо вот еще при мне когда вот эта съемка была по-моему, в сентябре и вот как раз еще продолжался снос, как видите ну домов по сути уже нет, но обломки там еще не сохраняются остатки этих двух домов они как раз выходили на стройплощадку вот этой станции, которую как раз здесь вот огородили, то ли в 17-м, то ли в 18-м году вот стройка началась этой станции метро, ну потом несколько лет строили и в итоге вот построили а дома при этом снесли, ну там еще за ними еще идут такие же пятиэтажки, их тоже естественно будут скоро сносить по реновации ну и собственно самое главное, что здесь вот находится, это конечно вот этот парк имени в пятидесятие октября вот здесь конечно деревья подрубили и там тоже немножко раньше здесь прям вот вход был такой торжественный, можно сказать, на этой улице, прям в парк ограда была туда вот дальше шла вот, а здесь вот все зелененькое было, вот эти дома, они прям все были в зелени такие дворики были тоже красивые, приятные все было в зелени, ну а сейчас вот такие вот сделали, как видите, одна сплошная плитка конечно ничего подобного не было, просто были асфальтированные тротуары причем такие, ну довольно узкие ну а зачем такие широкие, вот смысл вот сейчас такие делают такие широкие тротуары а какой в них смысл, если народу почти никого нет вот обратите внимание нет, ну кто-то естественно ходит, понятно, ну это же не эти тротуары, они предполагают, что тут какая-то будет демонстрация проходить то есть такое впечатление, что это создает демонстрация какой смысл-то вот в этом вот, а смысл только один, чтобы все было голое все просматривалось и все, как пустыня, то есть вот символ времени это как пустыня, мертвость и все, ничего нет, отсутствие живого зелени вот, только и всего, выходишь и чисто такая, чисто депрессивный цвет видите, такая страшная плитка, серая вся и все вот и все дела, больше никакого смысла, ничего этого нет ну вот это вот видите, тут еще осталось, там дальше церковские дома как раз о которых я вчера говорил, тут чуть-чуть подальше, которые для вот как раз правительства были построены, но здесь не знаю, что там хотят воткнуть какие-то цветники, наверное, тут еще, конечно, пока Витя станция была открыта год назад вот в конце 2021 года, и поэтому здесь пока еще, конечно, такое состояние как будто ее только буквально недавно открыли вот, конечно, стройплощадку убрали, а так еще, конечно, вид такой, как бы, совсем не ухоженный ну, вот видите, какие вот, смотрите, что с газонами сделали, прям как будто их реально выжгли ну, тут сплошная техника работала, да, понятно так что там фактически туннель же проходит под землей вот этой уже большой кольцевой линии, как раз здесь вот он проходит ну, и вот, все, тут ничего живого нет ну, вот еще один вход в парк, потому что там фактически от метро очень трудно войти там сейчас, в общем-то, все во многом-то, все огорожено ну, потом, может быть, сделают вход непосредственно, прям из выхода из метро и сразу прям в парк, как раньше, там вот, где предыдущий был вход ну, видите, делают вот эти вот газоны рулонные, видите, их сразу видно вот рулон достают, и вот эти швы, их сразу заметно вот, их толком, хоть бы уж положили бы нормально ну, нет, а так все и кладут ну, вообще, это ужасно, конечно, как можно рулонные газоны, искусственные все это ну, а здесь в парке, конечно, погулять можно вот, и понятное дело, что он уже тоже благоустроенный ну, все-таки, слава богу, деревьев тут еще довольно много сохранилось и сам парк довольно большой занимает большую территорию он был организован в 67-м году вскоре после того, как эти места стали московскими вот, потому что до 60-го года это все была территория подмосковная вот, и в организации в 67-м году, как раз, когда было 50 лет победы в Октябрьской революции 17-го года ну, понятно, что тогда все это почиталось каждая дата, тем более 50-летие ну, вот, решили назвать какой-то новосознанный парк тут вот, на речке Раменке как раз вот, в честь 50-летия октября ну, и проходит он, большую очень территорию занимает вот, как раз, от проспекта Вернадского и дальше туда вот тут вдоль удальцовы и до, доходит до улицы Раменки туда а если еще туда дальше, снова, Олимпийским парком туда еще прицелок купить, то практически до Мичуринского проспекта можно дойти вот туда через пруды вот, ну и здесь вот погулять поэтому единственное, конечно, самым таким вот интересным что тут самое главное можно посмотреть это, конечно, вот этот парк я, конечно, здесь о нем уже рассказывал куда более подробно и показывал его, поэтому, естественно, повторяться не буду просто тут чуть пройдемся, посмотрим вот, рядом с метром ну, дорожки, видите, для велосипедистов, для пешеходов здесь, как правило, народ всегда бывает парк пользуется популярностью и, в общем-то, и не только даже у местных жителей сюда из других районов Москвы приезжают может, не часто, но все-таки понятно, что, может быть, с Сокольниками не сравнится там с парком Горького ну, в любом случае, парк в общем-то, известен Москве ну, цветники вообще непонятно, что такая за полоса какая-то странная ну, эта часть парка, конечно, довольно сильно угробили вот, которая непосредственно привыкает к метро тут, конечно, очень сильно постарались чтобы очень-то практически все уничтожить какие-то жалкие деревья там только остались и все ну, а вот эта часть, которая все-таки подальше находится там, да, там нормально там, в принципе, сохранилось практически все как, в общем-то, и было до этого ну, там дальше можно пройтись туда на пруд сходить вот, на речке Раменки он там буквально тоже не так далеко находится аллей довольно много там и разные спортивные, детские площадки и так далее ну, а так можно, а туда, если дальше пойти вон, там есть вход метро проспект Вернадске уже красной ветки вон там это здание стоит как бы такой торговый центр прям буквально над метро нависает на непосредственно проспект Вернадске он выходит и там же, прямо вот внизу есть вход в метро вот туда, если пойти, вон туда прям проход в метро идет так что можно таким вот образом пройтись вот от одной станции метро проспект Вернадске к другой до новых встреч 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 до новых встреч